Саламастар Макрумятой от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я вчера выступал в чатах, безработные и бедные, и рассказывал о том, для чего нужно зарегистрироваться в этом чате. Я объяснил о том, что все его участники уже сегодня могут добиться результатов, изменить свою жизнь. И, соответственно, объединившись, мы можем кардинально изменить нашу жизнь завтра. Сегодня я решил выйти в прямой эфир по видеоканалам, не в чате, телеграм, а именно по видео, чтобы более наглядно объяснить, каким образом мы проведем реформы, которые кардинально изменят жизнь нашей страны. Дело в том, что я озвучиваю, что, например, на экспортных предприятиях минимальная заработная плата сотрудников, неважно, какого он уровня, квалифицирован он или нет, чернорабочий или, скажем, вахтер, то стартовая заработная плата будет в этих отраслях не менее 1000 долларов. Мы законодательно примем такие решения, обяжем эти экспортные предприятия, чтобы у них минимальная заработная плата была 1000 долларов, а средняя заработная плата была не менее 1500 долларов. Это значит, кто-то будет получать 3000, 2000, и если кто-то будет получать 1000, средняя будет не менее 1500. И мы законодательно это закрепим. И меня многие спрашивают, каким образом мы собираемся решить ряд программ. Ну, в частности, мы говорим, что будет государственное образование бесплатное. Сейчас вы знаете, что средне, специальное и высшее это платное, только не платят, если кто-то завоевал так называемые гранты. Меня спрашивают, каким образом мы собираемся сделать государственные медицинские услуги бесплатными. И очень много социальных программ доплатно, например, пенсионерам, в средний месяц первого года 300 евро к основной пенсии, то есть порядка по нынешнему курсу около 150-170 тысяч тенге доплата будет пенсионерам. Меня спрашивают, откуда вы возьмете деньги? Люди не понимают. Хотя я в течение уже трех лет подробно рассказываю, какие средства уходят из страны, но в связи с тем, что сейчас карантин, очень многие люди, они, видимо, не слушали мои старые выступления и задают эти вопросы снова и снова. Поэтому я на примере одного региона, карагандинского региона, хочу показать, что как только правительство демократического выбора Казахстана придет к власти, вы буквально через несколько месяцев увидите, как изменится кардинально ваша жизнь. Я в качестве примера хочу показать, как же так получается, что если ваша заработная плата сейчас, например, в группе компании «Казахмыс», сейчас она разделенная, существует так называемый «Казминералс» и «Казахмыс». На самом деле это одна и та же группа, им владеет Назарбаев этой собственностью, там подставные собственники, я о них сейчас отдельно скажу. Итак, есть так называемый, я буду называть ее по-старому, корпорация «Казахмыс», которая владеет промышленными активами, и основные промышленные активы находятся в Джисказгане, в Садпаеве, в Балхаше, значит, в Садпаеве где-то живет около 70 тысяч человек, в Джисказгане чуть более 85 тысяч, я только оперирую официальными данными, реально раньше в этом городе жило не менее 100 тысяч, в Балхаше живет около 80 тысяч человек. Вот я просто возьму одно предприятие, для примера, в Карагандинской области. Итак, по официальным данным, на этом предприятии «Казахмыс», если консолидировать Балхаш, Джисказган и Садпаев, работает порядка чуть более 30 тысяч человек. Раньше на этом предприятии работало 60 тысяч человек. Но сейчас владельцы этого компании, Нурсултан Назарбаев, сделали так называемый аутсорсинг, выводят разные компании, на другие юридические лица, и численность таким образом сократилась. Но мы для примера будем брать с запасом, хотя группа компаний «Казахмыс» заявляет, что максимум их 30 тысяч, я возьму, добавлю, чтобы мы численно считали 40 тысяч человек. Итак, что за это предприятие? В группу компаний «Казахмыс» входит десятку крупнейших производителей меди, золота и других металлов, чтобы вы понимали, серебра и других металлов. Это достаточно крупное предприятие, она всегда была государственной, называлась «Джисказган Светмет». И начиная приблизительно с 1992 года, шаг за шагом, это предприятие было реорганизовано и попало в карманы Нурсултана Назарбаева. Он там манипуляции устраивал, что якобы корейцы пришли, группа «Самсунг», был у него управляющий делами НИ у Назарбаева. И вот НИ затянул под видом корейской группы «Самсунг», которой на самом деле не было, просто там установил лиц корейской национальности. В частности, Владимир Ким начал позиционироваться, что якобы он там купил у «Самсунга» эту собственность. Запомните это имя, Владимир Ким. Это предприятие фактически в начале 90-х годов было украдено у государства. Практически за ноль. Считайте за ноль, потому что это предприятие каждый год генерировало сотни миллионов долларов прибыли. И пока она была государственной, они эту прибыль воровали. Они, когда я говорю, Назарбаев со своим близким окружением. И затем за бесценок эта компания попала в карманы Нурсултана Назарбаева. Приблизительно где-то с 95-го года. И что было сделано? То есть это предприятие пропало. Соответственно, все раньше доходы, которые попадали в бюджет страны, они стали попадать в карманы Нурсултана Назарбаева. Я могу сказать, что это предприятие генерировало, особенно вот когда эта компания вышла на лондонскую биржу, стала показывать официально, чисто, старалась показывать прибыль. В 2010-2011 годах она показывала прибыль 1,4 миллиарда. То есть официально 1,5 миллиарда долларов. То есть вы сами понимаете, да? Если номинальные собственники типа Владимира Кима показывали ежегодную прибыль на уровне около 1,5 миллиардов долларов чистыми, то есть вы понимаете, что на самом деле эта прибыль значительно больше. Значительно больше. Если я даже сказал бы 2 миллиарда долларов, я бы не ошибся. Дело в том, что вокруг корпорации «Казахмыс» всегда существуют разные подрядные организации, которые якобы выигрывают тендеры, и через эти компании идет все время отмыв денег. То есть все время идет воровство. И даже с учетом всего этого прочего, эта компания показывала прибыль 1,5 миллиарда долларов в год. Представьте себе, да? Ну, я вам, для того, чтобы вы понимали, что это такое, я вам скажу, что бюджет всей Карагандинской области, который включает такие крупные города, как Караганда, Темиртау, Балхаш, Джисказган, Садпаев, там довольно много разных городов, но живет 1,4 миллиона населения, бюджет всей Карагандинской области, то есть бюджет 1,4 миллиона населения, составляет всего лишь 500 миллионов долларов. А чистая прибыль одной корпорации, Казахмыс, составляла 1,5 миллиарда долларов в год, то есть в три раза больше, чем бюджет всей области численностью 1,4 миллиона человек. Представляете масштабы? Это было одно из крупнейших предприятий Советского Союза, где-то второе, по-моему, по производству меди, после нарывец никель, и входящие в десятку крупнейших предприятий мира. Понимаете масштабы того, какую собственность украл Назарбаев? Чтобы вы понимали размер прибыли, я вам скажу, что в 2006 году, перед выходом на лондонскую биржу, эта компания, они там реорганизацию юридическую делали и так далее, заплатила Булату Назарбаеву в 2006 году 800 миллионов долларов. За что? За некое месторождение, которое годом раньше Булат Назарбаев пытался на рынке продать за 300 миллионов долларов. Представляете? То есть компания Казахмыс заплатила Булату Назарбаеву, тому самому сантехнику, который недавно давал интервью, говорил, я вообще ничего у брата не просил, не прошу, ни месторождений. И вообще я вот просто сантехником был и стал миллиардером. Вот я ничего не имел, кроме своей фамилии. Видите, как одна сделка. Я вам только рассказываю одну сделку. Я вам не рассказываю, как Булат Назарбаев контролирует весь ИПР из Китая, товаров народно употреблели, что он контрабандой занимается, что там в год миллиарды долларов черного кэша наличного, мимо налогов, я про это даже не говорю. У него такого бизнеса, так называемого, много. Я вам просто показываю одну сделку. Государственная компания, которая была украдена за бесценок, заплатила в 2006 году Булату Назарбаеву 800 миллионов долларов за нефтяное месторождение. Откуда этот милый сантехник, похожий на Назарбаева, получил такое месторождение? И получил 800 миллионов долларов. Как вы знаете, все месторождения контракт на нейтропользование подписывает правительство. А правительство все контролируется Нурсултаном Назарбаевым. Вот я вам просто показываю на этом примере масштаб этого предприятия. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, где я возьму деньги, теперь я хочу показать вам, как жизнь не только жителей Карагандинской области, 1,4 миллиона населения изменится, но я хочу вам показать, как изменится вообще глобально все. Итак, мы знаем, что заработная плата у работников Казахмыса, Джизказгани, Садпаева и Балхаше в среднем 150 тысяч тенге максимум. В среднем кто-то получает 90, кто-то 130, кто-то 170, 180. В среднем грубо 150 тысяч тенге. По текущему курсу это не более 400 долларов. Кто-то 500, кто-то 700, кто-то 300, кто-то 200. Не более 500 долларов. Вот когда я говорю, что ваша заработная плата, работники экспертных предприятий, будет в среднем 1500 долларов. Вот значит нужно добавить к существующей зарплате плюс 1000 долларов. Что мы сделаем? Мы знаем, что на этих предприятиях работает официально около 30 тысяч человек. Но я вам говорю, что я специально добавил, будем считать, что 40 тысяч человек. Значит, если мы добавим 1000 долларов этим 40 тысяч человек, в месяц это будет 40 миллионов долларов. 40 тысяч умножаем на 1000 долларов, будет 40 миллионов. Умножим на 12 месяцев, 480 миллион долларов. Значит, эти 40 тысяч человек, если мы доплатим им из доходов это предприятие по 1000 долларов каждому, в год эта сумма составит 500 миллионов долларов. Что получается? Что мы возьмем из полутора миллиардов 500 миллионов долларов, оставим внутри предприятия и выплатим людям заработную плату. И имейте в виду, что есть у нас так называемый по доходу налог 10 процентов. То есть бюджет страны сразу с этой суммы, с 500 миллионов долларов, 10 процентов в республиканский бюджет сразу приходит 50 миллионов долларов. Представьте, вы все 40 тысяч человек, к вашей текущей зарплате в среднем около, пусть будет даже 500 долларов, получите сверху еще 1000 и еще на этом деле дополнительный бюджет получит 50 миллион долларов. Получили. Теперь дальше. У нас сколько осталось? Миллиард долларов. Миллиард долларов еще у нас осталось. Понимаете? А вы и не забывайте, что кроме этих денег, там идет постоянное воровство через подрядные схемы. Я говорю только то, что было официально заявлено этой группой на лондонской бирже. И так у нас остался миллиард. Что мы будем делать с миллиардом? А давайте мы теперь по-другому посмотрим. В рамках масштаба всей области, где проживает 1,4 миллиона человек. Я уже озвучивал, что бюджет всей области, всей Карагандинской области составляет около 500 миллионов долларов. Ну давайте я сейчас так скажу. А мы возьмем из этих денег, дадим еще 500 миллионов долларов всей области. То есть бюджет области удвоится. Чтобы вы понимали, что значит удвоится. Это значит удваиваются ваши доходы. Там, например, город Балхаш. Представляете, город живет 80 тысяч человек. У них бюджет всего лишь менее 10 миллиардов тенге. На город 80 тысяч человек. Что такое 10 миллиардов тенге? Это приблизительно чуть более 20 миллионов долларов. Значит, из этих денег, главное, из почти 10 миллиардов, половина уходит на образовательный функций. Это зарплата учителям, школам, содержания всего этого. А что это значит, когда мы говорим, что удвоим? Это значит, ваша зарплата, уважаемые учителя, будет сразу автоматически в два раза больше. Это значит, врачи, которые работают в государственных медицинских учреждениях, ваша заработная плата удваивается автоматически в два раза. Если мы эти 500 миллионов долларов, которые сейчас крадется, Назарбаевым, мы отдаем бюджет области, все у вас удваивается. Учителя удваиваются, врачи удваиваются, ремонт дорог и все прочее бюджет удваивается, ремонт разных внешних видов домов удваивается, парки, насаждения, все, что связано с развитием региона, удваивается. Это значит, что если у вас в селах нет дорог, они значит, что у вас появятся. Если у вас нет освещения, у вас появится. Если у вас нет медицинских учреждений, нормального оборудования, все появится, потому что бюджет становится в два раза больше. Вы понимаете масштабы того, что крадется? И обратите внимание. Итак, мы 500 миллионов долларов сказали, что отдаем на увеличение заработной платы на 1000 долларов 40 тысяч человек в месяц дополнительно. и 500 миллионов долларов мы отдаем области, удваиваем бюджет области, удваиваем все. И у нас еще остается еще 500 миллионов долларов, потому что прибыль была полтора миллиарда. То есть мы забираем эти 500 миллионов долларов. А если мы не забираем? А если мы возьмем из них еще какую-то часть, бросим на развитие региона? Вы представляете, каждый год, если эти деньги приходят в регион, одно предприятие, всего лишь одно предприятие, значит у вас регион превратится в кратчайшие сроки, реально как Дубай станет. Но я вам сказал только одно предприятие, уважаемые друзья. Мы знаем, какие проблемы существуют в Карагандинской области. Например, возьмем Садпаев, Дисказган, там ржавая вода, там вокруг нет серьезных парков, там люди не имеют качественную питьевую воду, там разбитые улицы, разбитые дома. Вообще ужасающий регион, страшные города. Я эти города хорошо знаю, потому что у меня жена оттуда родом, из Дисказгана. Я много ездил, когда был министром по этим регионам, я поражался. Как же так? Ты едешь по степи, там прям видно, какие природные ресурсы лежат не просто под землей, на поверхности. Как этот регион может быть бедным? Я недоумевал. А ларчик открывается просто. Только на одном предприятии, группе компаний Казахмыс, каждый год крадется минимум полтора миллиарда долларов. А ведь еще, вы же понимаете, это предприятие еще Казахмыс получало несколько миллиардов долларов, в 13-м году получил прямые субсидии из бюджета страны. Прямо бюджет страны дал деньги на развитие месторождения и все прочее. Представьте, компания каждый год зарабатывала полтора миллиарда долларов и несколько миллиардов долларов прямо из республиканского бюджета. Украли у вас. Вы когда мне задают вопрос, почему с вас берут деньги за образование, за медицину, вот пожалуйста, одно предприятие полтора миллиарда долларов. А теперь давайте посчитаем, сколько лет это предприятие под контролем Назарбаева. Если мы будем считать с 93-го года, это сколько получается? 27 лет. Хорошо, пусть будет 25 лет. За 25 лет, сколько Назарбаев украл денег с этого предприятия, если он в год по полтора миллиарда рубил? Вы понимаете, что минимум 30 миллиардов долларов прямо украдены, но султаном Назарбаевым минимум только от деятельности компании Казахмыс. Это минимум 30 миллиардов. Когда вы меня спрашиваете, откуда состояние Назарбаева, откуда у него 200 миллиардов долларов, я вам показываю, что за это время только с одного предприятия украдено прямо, только прибыли минимум 30 миллиардов долларов. А теперь смотрите, что он еще сделал. Там в 2006 году его родной брат, тот самый сантехник, который ничего не просил у государства, у Назарбаева никогда. Только у него была своя фамилия и такой изобретательный ум, который свойственен именно членам семьи Нусултана Назарбаева, как вы знаете, зитя у него умные. Как туда идешь в семью, сразу умный, сразу богатый, сразу гений. Видите, вот только почему-то 18 миллионов человек у нас нищие и бедные, только узкая группа семья Назарбаева, они все умные, талантливые миллиардеры. Так вот, смотрите, что он сделал. Он установил, вставил туда подставных собственников, типа Владимира Кимова, которого я лично хорошо знаю, Новочук, Агай, ну вот Новочук, сейчас такой вот супермиллионер, сидит в журнале Forbes, богатейших людей страны. Вы вообще знаете, кто это такой? Откуда он вылупился? Он, может быть, рассказывает вам, что он был такой талантливый, и он заработал деньги внутри страны, и вот раз купил акции Казахмыс, или Володя Ким? Откуда он стал вдруг миллиардером? Он в списке журнала Forbes стоит номер один состоянием четыре с половиной миллиарда долларов. Откуда вчерашний комсомолец стал вдруг четыре с половиной миллиарда владеть? При этом его в стране никто не знает, кроме узкой бизнес-верхушки, ну потому что встречается на встречах с Назарбаевым, ну потому что у Назарбаева был такой друг Нинь. И вот он притащил эту Володю Кима, и теперь Володя Ким как бы миллиардер, как бы гениальный собственник. Теперь смотрите, это я вам просто показываю, что они еще, как они отмывают деньги, хочу показать. Вот в восемнадцатом году, можете зайти в интернет, они купили на Чукотке, там где нет инфраструктуры, нет железной дороги, ничего всего прочего, вообще ничего нет. Купили месторождение за стоимость 900 миллионов долларов у Абрамовича. Зачем? Зачем покупать там? Они просто вытаскивали деньги, это ясно. Со счета компании просто скинули туда, вытащили 900 миллионов долларов. Вот представьте себе, это я вам просто показываю крупные куски, 800 миллионов долларов заплатили Булат Назарбаеву, 900 миллионов долларов на Чукотке месторождение, где нет инфраструктуры, вообще ничего нет, невозможно разработать. Там гигантские расстояния, нужно вкладывать миллиарды долларов, чтобы развить дороги и все прочее. Вот каким образом. Теперь смотрите, что делает Назарбаев. Вы когда говорите, что национальный фонд принадлежит стране, я хочу вам одну сделку показать. Одну. И таких сделок потом я вам расскажу много. В 2010 году Самрук Казана через национальный фонд, получив деньги, покупает 11% акций за 1,3 миллиарда долларов. То есть эта сделка, зачем государству 11% акций? Того предприятия, которое за бесценок ушло в карман Назарбаева. Тут представляете, он ее на халяву сбрасывает себе, а потом 11% акций государство названием Казахстан покупает за 1,3 миллиарда долларов Владимира Кима. И Владимир Ким взлетает в журнале Forbes, он приезжает в Англию, он легальный миллиардер, а он просто держатель денег Нурсултана Назарбаева. Ему нужно было каким-то образом сделать деньги чистый, что вот это официальная сделка, что правительство Казахстана выкупило 11% у него. Вот как рождаются миллиардеры и откуда миллиарды долларов вытекают из нашей страны. Я вам на этом примере просто показал на одном предприятии, что все работники в Балхаше, Джасказгане, в Садпаево в один день получат заработную плату в плюс тысячу долларов к существующим минимум 40 тысяч человек. Бюджет всей области, где проживает 1,4 миллиона удваивается. Это значит, учителя, врачи и все прочее получают в два раза больше зарплату, строятся дороги. Обратите внимание, что нам нужно сделать, чтобы это произошло? Очень немного. Как только мы сменим режим, мы просто национализируем это предприятие. Мы посадим в тюрьму всех тех, кто участвовал в расхищении этой собственности. В первую очередь султана Назарбаева, его брата Булата Назарбаева, и вот типа Ким, Новочук, Огай. Это вся верхушка, которая участвовала в хищении, которые представлялись собственниками. Мы придем и в Англии заберем их активы, все заберем, потому что Генеральная прокуратура Казахстана будет выходить с иском в Англию. Не как сейчас, когда якобы наша пивунья, хромая курица, дорога оказывается еще талантливый бизнесмен, а Генеральная прокуратура ходатайствует перед английским судом и как бы верит, этого не будет. Это я вам рассказал всего лишь одно предприятие, когда и республиканский бюджет получает 500 миллионов долларов еще дополнительно от деятельности этого предприятия. Но вы же должны понимать, что там идут хищения и это только что называется на поверхности деньги, там ресурсов значительно больше. А теперь вернемся ко второму предприятию. Арселор Миттал, Тимиртал, группа входит в группу предприятия некоего Миттала, миллиардера, который на мировом рынке, его бизнес минимум 10%, на мировом рынке, не на какой-то улице, на мировом рынке. Вы спросите, а что за предприятие? Это предприятие черной металлургии, производит уголь, различные металлы, прокат и все прочее. Тоже очень крупное предприятие было в Советском Союзе, общая у него мощность порядка 6 миллионов тонн металла может производить. и где-то в 95 году господин Миттал на фальшивом аукционе, на который никто не был допущен, приобрел предприятие за ноль. Можете поверить? За ноль. Там предприятие было увешанным разными долгами. Были долги по заработной плате перед подрядчиками. это предприятие просто выдернули все его имущество на чистые предприятия. Это кстати делалось постановлением правительства Акижана Кожигельна, когда он был премьер-министром. И это другое предприятие оставили с долгами, кинули людей, подрядчиков, долги, разорили огромное количество тысяч людей. Здесь чистенькое предприятие отдали ему в рассрочку за якобы 50 миллион долларов. Так предприятие извините меня сейчас например генерирует ему больше 300 миллион долларов в год только официально уважаем друзья. Тут ему отдали он и за счет работы этого предприятия типа заплатил 50 миллион долларов. Теперь вы наверное меня спросите а что за это предприятие я могу вам сказать что есть аналогичное предприятие в Украине городе Криворож Кривом Роге и вот там есть предприятие Криворож Сталь то же самое Миттл когда был объявлен аукцион в 2006 году в Украине когда была оранжевая революция к власти пришли не точнее другие люди вся эта коррумпированная система должна была бы измениться они объявили аукцион и на аукционе то же самое Миттл купил это предприятие Криворож Сталь почти за 5 миллиардов долларов аналогичные предприятия которые у нас стоит Караганде а за Карагандис как говорят он заплатил ноль если бы это был бы другой покупатель мы могли бы сказать ну наверное тогда мы не могли найти покупателя все это ерунда купил тот же самый Миттл такое же аналогичное предприятие Кривом Роге Криворож Сталь почти за 5 миллиардов долларов это было в 95 году сколько лет экспортируется это предприятие 25 лет 25 лет сотни миллионов долларов утекают мимо бюджета нашей страны и тоже это предприятие получает разные субсидии со стороны Казахстана налоговые льготы и все прочее ну и самое главное вы знаете что город Тимиртау Караганда он получает вообще ударную дозу вредных веществ тонны сыпется на город зимой город просто грязный черный снег вы это все прекрасно знаете я вам так скажу миттл имеет аналогичные предприятия в Канаде в Европе в других странах там такого нет там все чистенько все зелено лужаечки потому что он не может это делать потому что его там аштрафуют или посадят в тюрьму или закроют предприятие каждый год люди пишут петиции Тимиртау в Караганде каждый год там экологические службы якобы начисляют штраф и ничего не меняется почему не меняется потому что этим предприятием в реальности владеет Нурсултан Назарбаев вот где ключик поэтому я вам привел пример один только да Казахмыс города Балхаш Сатпаев Джасказган вот представьте себе гигантское предприятие которое построили советские годы миллиарды долларов в него сажено 25 лет с него качается прибыль несколько сот миллионов долларов официально только а недавно даже наши службы налоговой заявили что Арселор Миттал продает свою продукцию через транзитную компанию дубайскую и дальше перепродает по мировым ценам практически оставляя минимум прибыли на основном комбинате Тимиртау в год он показывал порядка 300 миллионов долларов прибыли вы представляете два предприятия всего лишь два на котором суммарно работает 80 тысяч человек вокруг города целые Тимиртау Караганда Балхаш Джисказган Садпаев два всего лишь предприятия мы даже не будем считать другие налоги другие предприятия их там мало-средний бизнес есть разных предприятий мы можем вообще сделать чтобы вообще никто ничего никакие налоги не платил два предприятия этого региона превратят этот регион в Дубаи цветущий край и не будет никаких экологических проблем и заработная плата в текущей будет плюс тысячу долларов там же на этом караганде металлруйский комбинате плюсом шахтеры все прочие получат плюсом тысячу и при этом прибыли всем хватит бюджет получит денег еще больше то есть я вам показывал когда бюджет области где живет проживает 1 миллион 400 тысяч человек можно удвоить можно поднять зарплату каждому плюс тысячу долларов еще республиканский бюджет только от одного предприятия плюсом в год получает 500 миллион долларов масштаб как это вся область и там все расцветает вы понимаете да вот что значит что он украл у нас и ясно что за эти 25 лет он украл минимум 10 миллиардов прибыли с этого предприятия минимум два предприятия казахмыс 30 украл с карагандинского металлургического комбината он минимум 10 миллиардов украл вот вам 40 миллиардов просто вот на поверхность лежат что такое 40 миллиардов это считайте два годовых бюджета страны это только прибыль а я не говорю о том что он сгонял ее со стороны национального фонда купил 11 процентов за 1,3 миллиарда долларов из национального фонда между прочим фонда который называет фондом будущих поколений вы видите это его кормушка его карман а я вам потом приведу еще сделки где также были похищены десятки миллиардов долларов десятки понимаете десятки миллиардов долларов похищалось из национального фонда поэтому когда мне спрашивают а как из каких средств я говорю да ребята да вот она лежит зайдите в группу предприятий казахмыс все кто проживает в этих регионах знают они там как пиявки наставили свои подряд на организации воруют смывают это эти предприятия на них построена жизнь целых городов регионов построена жизнь учителей врачей вы понимаете все убого страшно экологическая катастрофа при том всем это золотой дождь попадает в карманы султана Назарбаева вливаются деньги из бюджета страны и они ноют говорят что у нас денег нет даже сейчас когда озвучился список 361 предприятий там аэропорты всякие финансироваться должны были Часганские в частности да и кто просил деньги казахмыс просил деньги а кто владеет казахмыс султан Назарбаев вот все очень просто уважаемые друзья когда вы спрашиваете а как можно изменить вашу жизнь очень просто я только привел один пример с казахмысом в два раза бюджет страны области увеличился а работа арселур митл как повлияет вы понимаете масштабы того что там происходит я даже посчитал что вообще бюджет считайте что его нет только эти два предприятия работают они решат проблемы вообще всего региона так было и в советские годы другой вопрос что основная часть доходов уезжала центр в москву но здесь мы независимые государства мы можем оперировать этой прибылью понимаете поэтому поэтому я думаю что я ответил вам на вопрос как можно изменить жизнь всей страны не то что региона сейчас для примера я показываю что эти города области можно превратить в цветущий край в цветущий край за счет работы этих двух предприятий и при том я численность рабочих считал не 30 тысяч а 40 тысяч больше вы понимаете масштабы того что можно сделать контролируя деятельность этих предприятий уважаемые друзья мы демократический выбор Казахстана говорим что наши программы они реализуются сразу не в 2030 году 40 или 50 как только начинает работать правительство демократического выбора Казахстана мы даже в условии кризиса все эти программы реализуем даже в условии кризиса понимаете просто за счет текущей работы этих предприятий которые мы обязательно национализируем обязательно теперь что я хотел бы еще сказать добавить меня спрашивают что же нам делать я сегодня выставил видео в котором говорил что главная проблема в том что мы живем бедно главная проблема в том что в нашей стране коррупция главная проблема в том проблема в том что безысходность виноваты в первую очередь мы мы позволяем Назарбаеву и узкой его политической верхушке воровать миллиардами мы молчим мне говорят а у них же полиция нам страшно по этому поводу я в своих поступлениях говорил когда на улице выйдут десятки тысяч людей когда нас будет десятки тысяч людей по всей стране а именно около пяти процентов от всего населения от пятисот тысяч до миллиона когда мы хотя бы таким количеством прекратим молчать ситуация изменится на следующий день никакая полиция не справится с таким количеством людей полиции в стране которые в состоянии удерживать помогать режим не более двадцати тире тридцати тысяч человек нас 18 миллионов даже пусть выйдет от полумиллиона до миллиона человек ни армия ни полиции ничего не сможет сделать более того наша задача чтобы полиция знала что происходит что их вознаграждение заработной платы будет несколько раз выше что они тоже будут иметь стартовую зарплату от тысячи долларов это рядовой полицейский не говоря о офицерах и старших офицеров наши военные будут получать не сто сто пятьдесят тысяч тенге стартовая зарплата будет от тысячи долларов и поэтому мы должны эту информацию донести и на этом примере просто показать я думаю что я убедительно вам показываю что эти предприятия приносят сотни миллионов и миллиарды долларов ежегодно Нурсултану Назарбаеву мы просто эти прибыли перераспределим среди граждан нашей страны и еще часть этих средств значительная часть попадет в республиканский бюджет и она распределится по всей стране это мы изменим фактически немедленно поэтому когда полиция военные будут знать что их жизнь изменится у них будут заработной платы несколько раз выше что они решат свои жилищные и другие проблемы безусловно полиция не будет защищать этот коррумпированный режим который всего лишь там несколько сот человек верхушка обычные полицейские живут тяжелой жизнью без квартиры в аренде вынуждены где-то цеплять взятки носить вверх и так далее я получаю очень много сообщений от работников полиции очень много я прекрасно знаю жизнь этих полицейских поэтому уважаемые друзья для того чтобы добиться успеха перемен нам нужно просто массово выйти на митинг я вчера говорил что мы создали площадку телеграм мессенджеры телеграм он называется чат безработный и бедный 80 процентов нашего населения как бы вам это не было обидно слышно бедный потому что по подходу и оценке всемирного банка если человек зарабатывает на себя и членов семьи каждый в отдельности меньше чем 165 долларов в месяц то есть если в вашей семье 4 человека вы суммарно зарабатываете менее 300 тысяч тенге значит вы бедны а бедных у нас таких почти 80 процентов населения страны поэтому я озвучил вчера в эфире что безработные которых миллионы и бедные которых тоже миллионы мы приглашаем вас в чат безработные и бедные мы сегодня объединившись выдвинем требования правительству Назарбаева чтобы каждому из вас в течение 4 месяцев включая младенцев доплачивалось пол 50 тысяч тенге у нас много требований я их уже озвучивал но суть только не в этом не только в этом мы сегодня добьемся перемен если мы объеднимся если нас действительно будет сотни тысяч и мы завтра выведя на улицу сотни тысяч человек сменим этот политический строй мирно без всякой войны многие каждый раз мне перед любым митингом говорят а вдруг они будут стрелять друзья давайте выводить десятки тысяч людей и тогда все изменится ни кто ничего не изменит кроме нас эту страну ни он ни голубые каски ни какая-то Америка и все прочее эта страна принадлежит нам мы хозяева этой страны мы должны действовать как хозяева не ждать что кто-то с улицы придет соседний и за нас сделает ремонт нас будет кормить это наша страна и вот на примере этих двух предприятий я показываю что у нашей страны есть возможности сейчас изменить жизнь все граждан сейчас и немедленно такие страны как Эмират Дубай они даже близко рядом не стоят по потенциалу по возможности у них только песок и море только песок и море и есть конечно нефть но у нас же есть все не только нефть у нас квалифицированы люди грамотные у нас мощнейший промышленный промышленность потенциал огромный мы все можем сделать для этого нужно сделать всего лишь немного обедниться и выйти на митинг который мы очень скоро призовем когда завершится карантин давайте действовать давайте обедняться давайте изменим эту страну давайте выгоним этот коррумпированный режим и накажем их за то что они 30 лет совершали преступления над нашей страной над нашим народом за то что они украли нашу жизнь за то что мы жили в нищете за то что многие погибли за то что кого-то большое количество людей вы знаете расстреляли в жану зени пытаясь в тюрьмах мы должны все это изменить мы должны наказать тех кто совершал такие преступления но султан Назарбаев и его ближайшее окружение должны быть наказаны и мы можем это сделать давайте действовать Алга Казахстан субтитры